Друзья, день добрый. Смотрите, не приключайтесь. Будет интересно. Мы являемся информационным партнером этой замечательной конференции по IPO. Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте начнем нашу панель, которую мы сегодня посвятим IPO. И не просто IPO, а IPO компании из IT-сектора. Юрий Мариничев, директор по IR компании Positive Technologies. Юр, хотел тебя спросить, имитент компании Positive Technologies, ваша сделка IPO, которая фактически была дебютной сделкой в формате DPO, это уже про нее много чего сказано. Действительно, да, компания выходит на публичный рынок, фиксирует свою капитализацию. И у компании есть опция привлечь еще инвестиции в капитал, провести СПО. Вот какова особенность такого рода сделок? Ведь здесь уже нужно находить баланс как среди фаундеров, так и среди действующих инвесторов. Правильно позиционировать эту сделку, правильно ее продавать, в хорошем смысле этого слова. И таким образом, чтобы была вин-вин ситуация, и чтобы никто не чувствовал, что его там либо размывают, либо какая-то там есть асимметрия среди интересов той или иной категории инвесторов. Вот ваш кейс проведения СПО. Какова особенность и какие выводы ты сделал? Спасибо большое, Дима. Еще раз всем добрый день. Ну, я не буду долго представить компанию. Надеюсь, что наша активная PR и AR-политика сделала свое дело. И присутствующие в зале знают, что компания делает и чем она занимается. Я вот оставил такой вводный слайд, что мы достойно представляем рисковую безопасность на московской бирже. И мне кажется, коллеги с биржи действительно могут это подтвердить. Многие говорят о своих выступлениях про иксы. Ну, вот так совпало, что и у меня тоже первый слайд про иксы. Действительно, это есть то, чем нам можно гордиться. Поскольку компания, когда в декабре 2021 года выходила с прямым листингом на московскую биржу, была мало кому известна. Собственно, за две недели до того, как я пришел в компанию работы, она была неизвестна и мне. И действительно, как бы, наверное, поддержала большая работа, которая действительно повлияла на то, что вот наша аяр-политика и наше комплексное взаимодействие с участниками рынка и аяр, и пиар, и маркетинг, безусловно, привели к тому, что действительно это повлияло не только на нашу инвестиционную историю, но и на бренд-авернесс, естественно, в очень хорошем направлении у нас увеличился. И, естественно, на ту историю, которая связана с нашим прямым бизнесом, с продажа наших продуктов. Потому что сейчас, приходя к нашим потенциально новым клиентам и рассказывая о том, что «Здравствуйте, мы позитив», такие «А, это вы, ребята, которые, значит, так громко разместились на бирже и продолжаете всех удивлять». Да, это мы. И вот действительно, как бы, здесь показана та история взрослых наших котировок с момента размещения. Я надеюсь, Влад, что у вас еще тоже все впереди и уже будет не X2, а X3 и более после размещения. Вот у нас уже X3 как бы есть. Вот. И на самом деле, на самом деле, действительно, как бы эта история такого планового развития и, наверное, один из самых основных выводов, которые мы делали и в рамках нашего прямого размещения, и в рамках XBO, то, что нельзя никогда ни на минуту останавливаться в коммуникации с рынком и коммуницировать со всеми участниками рынка, поскольку никто не знает, чем обернется, ну, следующая неделя нашим фондом рынка. Да, у нас всегда очень много событий, которые могут быть как белыми, так и черными лебедями, такой же, по сути, как бы балет получается, да, в нашей деятельности он тоже здесь прослеживается. И действительно, нужно быть готовым ко всему. И поэтому, если ты держишь руку на пульсе только с одной категорией участников рынка или лёжечных инвесторов, допустим, или только инвестиционалов, в один момент все очень может сильно поменяться. Ну, и вот одно из важных наших достижений, то, что мы стали самым молодым имитентом в индексе Московской биржи, вошли туда через буквально год и девять месяцев после нашего размещения. Дальше, опять конкретные выводы, которые мы сделали, исходя из нашей работы за последние два года. Ну, первое, конечно, это, безусловно, то, что мы говорим про открытость и честность функции IAR и трансформация этого подхода. Я, когда вот начинал работу на должности IAR-директора компании Postive Technologies, тоже начинал, как и на разные конференции, уже отлицаясь этой компанией, и в тот момент как раз происходило вот начало этой трансформации. Некоторые мои коллеги, которые работают в компаниях, которые давно уже считаются глупыми фишками, с неким таким вот содроганием в голосе и удивлением, что вот розничные инвесторы, придется теперь нам с вами работать, придется сайт переводить на русский язык. Но как бы действительно казалось то, что какая-то временная обязанность у рынка появляется по отношению к розничным инвесторам, и там буквально через полгода, год, все вернется, как оно было раньше. Но этого не произошло, и поэтому действительно вот имитент должен соответствовать тем реалиям рынка, которые есть сейчас. Конечно же, мы говорим про то, что важно коммуницировать с разными категориями инвесторов, и для каждой из них нужны разные форматы коммуникации, разный язык. Но вот я отметил именно коммуникацию с розничными инвесторами, как пример того, что действительно самые какие-то простые вещи, казалось бы нам, профессионалам, там, да, сучфакт о каком-то корпоративном действии. Мы рекомендуем подкреплять реальные коммуникации со стороны компании коротким комментарием на простом, понятном бытовом языке. Иначе инвесторы, которые прочитали одну страничку из середине страничного документа, могут сделать неправильный вывод, а блогеры, которые вместе с ними это дело прочитали таким же образом, разнесут так, что потом вы будете два месяца пытаться доказать, что вы не олень. Дивидендная политика – тоже важный элемент, который сейчас для IT-компаний появляется действительно на горизонте вот у последних нескольких лет. Если раньше все были привыкшими к тому, что IT-компании – это компании роста, они не должны и не обязаны платить дивиденды, то сейчас, извините, если вы IT-компания, вы тоже должны представить введенную политику. Если у вас ее нет, то инвестор розничный уже будет говорить о том, что вы почему-то не такая эффективная компания, как Позитив, либо Астер, которая делает плюс 75% за год. Действительно важно и раскрытие информации, которая на горизонте последних нескольких лет тоже серьезно поменялась. Для нас действительно было важным, как для новой компании, сформировать такой инвест-кейс, когда компания не пытается как-то закрыть информацию чувствительную и меньше рассказать о себе, выдавая какую-то отдельную часть этой информации и финансовой отчетности, а наоборот сформировать то доверие, которое со стороны инвесторов может действительно потом оправдаться в дальнейшем в росте котировок и при росте количества инвесторов. И мне кажется, для любой компании из сектора IT в первую очередь со сложной отчетностью, сложными показателями, которые есть у них в их отчетности, действительно важно ввести постоянный диалог и быть открытыми. Что касается нашего СПО, ну тут мы тоже попали прям четко в яблочко, кто не знает, мы 19 сентября 2022 года начали сделку СПО и сбор за яблок, и 21 сентября пошла мобилизация. Действительно, у нас это не первый кейс, когда мы попадаем четко в такие сроки, поэтому сейчас стараемся аккуратно аносировать разные корпоративные события и действия. Поэтому сейчас, да, у нас вот 23-го, 26-го мая в Лужниках будет фестиваль киберобезопасности поездки Кэрдэйс, всех приглашаем. И на самом деле, как бы здесь, тоже интересная была история, что, во-первых, действительно, мы начали эту историю, когда уже был неспокойный рынок, и ориентировались мы и на инвестициональных инвесторов, и на розничных. По факту, естественно, как только начались эти события и новости пошли, инвестициональные инвесторы, которые планировали участие, отозвали свои заявки, это позволяли условия сделки. И по факту потом, ну вот некоторые из них потом приходили к нам и говорили, что мы прям кусаем локти, что мы струсили и не стали участвовать в этой сделке, а потом купили в стакане с рынка уже по более высокой цене. Но компания, как бы здесь представила, наверное, самое интересное, что было в нашей сделке, это структура с размещением по дополнительной афферте. Все участники этой сделки, которые проверили в компанию и инвестировали в наши акции в ходе СПО, могли купить еще одну акцию в течение года по той же самой цене. В течение года, раз в квартал были такие окна, и компания действительно смогла инвесторам показать, что они не зря поверили в нас. Цена акции была сначала на 15% выше, потом на 20%, потом на 70%, и наши инвесторы смогли в этом деле хорошо заработать. Что еще важно, как такой вот, наверное, вывод глобальный, не только из сделки СПО, но и в целом нашего публичного присутствия, то, что мы действительно ощущаем, что и у компаний, и у инвесторов одинаковые цели. Мы закладываем во главу, собственно, нашей стратегии и бизнеса, и наших коммуникаций, которые мы ведем, рост капитализации компании. Поэтому очень тщательно подходим к тому, что мы говорим, с одной стороны. С другой стороны, мы, в общем-то, имеем такую стройную линию и заранее стремимся инвесторам донести, что ожидает их в будущем. Мы заранее говорим о наших предстоящих сделках, мы на год вперед анонсируем, когда у нас будут финансовые показатели раскрываться, мы говорим про разные вещи, допустим, про дивидендную политику, сколько дивидендов могут инвесторы получить потенциально в этом году. То есть еще не зная итогов года, еще не зная финансовой отчетности по МСФО, мы уже таргетируем инвесторов, что вот есть цифра чистая прибыль после уже всех инвестиций, которые мы сделали, так называемый НИК, и вы можете ориентироваться на нее, до 100% этой чистой прибыли может пойти на дивиденды. Это инвесторам известно намного раньше, чем компания представила финансовую отчетность. Ну и вот еще один здесь элемент про команду. Я сейчас, Дим, буквально еще минутку куда-то говорю. Про команду, действительно, это вот история, которая оказалась очень чувствительной для наших инвесторов. Наш кейс прошлого года, когда было такое серьезное движение вниз по нашим котировкам, компания рассказала о том, что планирует делать допомиссию для цели долгосрочной мотивации сотрудников и других контрибьюторов в наш бизнес. Но, казалось бы, мы об этом говорили уже много раз. Мы об этом говорили при размещении первичном, в разных эфирах и так далее. Но если вспомнить, что на размещении у нас первичном было 11 тысяч человек, а сейчас уже 205 тысяч человек, в период, через частные лица, естественно, состав уже обновился неоднократно. И то, что вы вчера рассказывали инвесторам, сегодня они уже не помнят и действительно нужно повторять неоднократно. Поэтому мы действительно послушали фидбэк от участников рынка. Мы приняли к сведению то, что действительно их беспокоит, что волнует. И через полгода вернулись с более детальной коммуникацией и рассказали вот в марте, что в четвертом квартале, в конце этого года, их ожидает какой-то размер запомиссии. Казалось бы, опять же, новость негативная, но инвесторы отреагировали бурным ростом и аплодисментами, потому что, наконец-то, у компании есть определенность. Компания рассказала о своих планах и заранее предупредила, будучи максимально открытой. Вот это, мне кажется, хороший вывод, который можно действительно показать инвесторам и дать пример другим компаниям, как быть максимально открытыми. И последнее, что я хотел сказать, наверное, то, что, опять же, важно для нас, как для компании, которая имеет сложную отчетность, сложные финансовые показатели, быть постоянно доступными. То есть, не до сделки только, не только во время сделки, а постоянно. Потому что инвесторы меняются, приходят новые инвесторы, у них появляются новые вопросы. Любая цифра, которую вы раскрываете или показываете, может породить кучу новых вопросов. И действительно, вы должны быть открыты, готовы к тому, что инвесторы придут и будут спрашивать 200 раз одно и то же, но на 201 раз этот вопрос нужно будет точно так же качественно ответить и проговорить. И это, мне кажется, будет таким хорошим примером того, что компания действительно планомерно строит свое общение с инвесторами и уделяет этому большое внимание. Но и сейчас для этого есть большое количество каналов, которые здесь представлены. Мы стараемся быть везде и рады себя, что другие имитенты тоже идут по этому примеру. Спасибо. Большое спасибо. Ну, конечно, да, коллеги, здесь стоит признать, что кейс позитива, ну, более 200 тысяч инвесторов, а ведь какое-то время назад, ну, я почти уверен, что большинство из вас вообще даже не знало, что такая компания существует. И это как раз пример, пример очень грамотной айар-политики, то, что компания при выходе на публичный рынок так сумела донести свою историю до рынка, до инвесторов, что сейчас там в Яндексе, там, если вбиваешь, что это вот, ну, как бы, там вообще, что это B2C-компания. Хотя, по сути дела, это B2B, да, ведь в основном. Вот, ну, вот, и таким образом компания сумела капитализировать свою историю. Юр, есть ли желание у компании позитив увеличить долю инвесторов, что вы делаете? по этому поводу. Вообще, в целом, если по рынку, там, взглянуть чуть пошире, твоим взглядом, вот, что ты можешь добавить касательно того необходимости и означимости длинных денег на рынке? Ну, вообще, мне кажется, что мы здесь вот как-то немножечко говорим там только категория белая и черная. А на самом деле на рынке сейчас есть очень много серого, на мой взгляд. В первую очередь, как бы, это, как бы, так сказать, розничные институты. По сути, как бы, есть сейчас, ну, там, какие-то группы лиц, которые берут деньги в управление. Есть там активные, некоторые из них блогеры, которые действительно формируют такие заявки, которые там не каждому не станал его под силу в рамках размещения. Там, да, там где-то вот есть и на сотне миллионов заявки, там таких групп инвесторов, есть и миллиардные заявки. И действительно, как бы, их нельзя недооценивать. Во-вторых, как бы, есть такое восприятие на рынке, что розничный инвестор это, ну, какой-то человек, который совершенно не погружен в тематику компании, в ее там финансовые показатели и, как бы, не может ничего сам проанализировать, только опирается на мнение там либо блогеров инвестиционных, либо аналитиков, которым он доверяет. Опять же, это я могу сказать по нашему примеру не совсем так, потому что есть действительно, ну, допустим, в нашем случае, есть там какие-то профильные эксперты, которые хорошо понимают структуру бизнеса IT-компаний, которые понимают сезонность бизнеса, которые могут проанализировать там финансовую информацию, которую компания представляет без лишних пояснений со стороны брокеров, которые, опять же, не всегда более профессиональны, чем если человек, который в этой отрасли работает и который понимает, глубоко копает, ее действительно можно более качественно проанализировать. И поэтому, мне кажется, что здесь действительно вот та история, то, что мы обсуждаем про работу и с розничными инвесторами, с инвестициональными, действительно, как бы должен быть, ну, безусловно, баланс. Да, то есть нельзя делать упор только на одну категорию. В нашем случае получилось так, что мы изначально делали упор на розничных инвесторов, потому что изначально там были, как одна из компаний с некоторым санкционным шлейфом, вот, и в тот момент, когда это еще не было, как бы, таким мега-трендом на рынке, скажем так. Вот, и поэтому действительно, как бы у нас, может быть, даже это и повлияло на структуру сделки. Ну, и, во-вторых, конечно, мнение наших ключевых акционеров, которые изначально хотели сформировать пул неравнодушных совладельцев, которые могут действительно сделать компанию растущей, интересной, и вот, собственно, благодаря своему вкладу делать ее такой интересной, да, инвестицией со стороны других компаний и инвесторов. Но, опять же, мы опирались там, да, как бы ошибочно полагали, то, что вот наш бизнес поймут только айтишники, в него придут только айтишники в качестве инвесторов, там, да, и вот там первое, там, не знаю, там, 10-15 тысяч инвесторов, это, собственно, там, предел, там, на первый год, как минимум, да, у нас к концу года уже было 100 тысяч инвесторов, из них, из которых, там, 95% не имеют ничего общего с эти сектором, которые действительно смогли, вот, благодаря, нашим разъяснениям, там, подходам, понять, чем компания занимается и почему она интересна для инвестиций. И, действительно, вот эта история про инвестициональных инвесторов, она стала к нам возвращаться сразу после того, как у нас Московская биржа включила в первый кассировальный список. То есть, действительно, у инвестиционалов есть, там, определенные, как бы триггеры, там, да, вот первый котировальный список, ага, значит, уже эта компания не однодневка, начали копать, так это же еще и не стартап, это компания, которая больше 20 лет работает на рынке, копаем дальше, так это еще один из лидеров рынка, давайте повстречаемся, у нас тут же там появилось 20 встреч за одну неделю с инвестиционными инвесторами, хотя до этого, как бы мы, пожалуйста, открыто рассказываем, но интереса особого не было. Вторая волна после включения в индекс Московской биржи, опять же, сработал триггер, там, да, вот есть определенные стратегии инвестирования в индексные бумаги, опять же, вот появилась некая такая очередь со стороны инвестиционалов, там, ребят, ну, а все остальное время мы тоже есть на рынке присутствуем, как бы, да, и вот, наверное, как бы мне кажется, что вот эти вот барьеры, скажем так, да, искусственные триггеры, они немножко мешают социальным инвесторам на такой же активной, так же, так сказать, проактивной фазе участвовать наравне с родничными инвесторами, потому что их не заботит, компания там вошла уже в индекс или случится там только через два месяца, хотя это уже анонсировано во всех каналах, то есть родничные инвесторы выступают более проактивными, но, опять же, нужно их действительно оценивать реально, потому что из таких есть люди, которые управляют большими бюджетами и фондами, которые могут оказать конкуренцию самым, и которые, действительно, могут лучше разбираться, чем некоторые аналитики, которые, допустим, не имели опыта работы с компаниями из таких сложных отраслей, как кибербез. Поэтому, мне кажется, как бы здесь действительно важно то, чтобы сохранять фокус и на той аудитории, и на этой, и понимать, что есть что-то среднее между этим белым и черным. Да, я полностью поддерживаю, тем более, что, действительно, там, под категорией инвестициональных инвесторов, на самом деле, уже рынок в целом относит не только там, пенсионные фонды и страховые компании, действительно, сейчас есть частные фэмили офисы, частные какие-то состоятельные лица, которые там, ну, а что же говорить в целом, у нас суммарный объем активов розничных инвесторов на брокерских счетах и на счетах ДУ уже превысил оценку в 11 триллионов рублей. Это больше, чем средства инвестициональных инвесторов. То есть, суммарно, там, за классом инвесторов в лице массового сегмента, в лице розницы стоит уже объем средств больше, чем у инвестиционалов. Вот, поэтому, с этой точки зрения, да, ну, я для себя фиксирую, потому что мы развиваем эту мысль, то есть, что мы отметили, что важен флифлок, важна оценка, важно, действительно, не фокусироваться на какой-то одной из категорий инвесторов, работать со всеми и, да, вот ломать вот эти вот какие-то, ну, даже не стереотипы, а это отголоски прошлого, когда, действительно, крупные пенсионные фонды, это еще в те времена, причем, даже зачастую их регулирование отвязало уже от котировальных списков, как в случае, там, с теми же облигациями, но они в своих инвестиционных декларациях продолжают упорно привязываться к котировальным спискам, но, в общем, можно сделать вывод, что, да, выходите на биржу, соответствуйте требованиям котировальных списков, попадайте в индекс и таким образом достучитесь, дотянетесь до средств национальных инвесторов. Спасибо. Юр, ваш кейс, на какие, какие, там, не знаю, боли у вас после, вот, выхода на рынок и где ты видишь зоны для улучшения? Ну, мне кажется, что боли у нас нет, знаешь, есть такая вот, я не знаю, это реально-нереально, я никогда в жизни не видел, но вот говорят, что если курицу отрубить голову, она будет дальше бежать, у нее ничего не болит, как бы, да, то, в принципе, как бы, если вот сейчас посмотреть, конечно, мы не с отрубленной головой бежим там, да, но я считаю, что достаточно такая вот дерзкая именно политика в отношении присутствия на публичном рынке, там, потому что мы там сразу ставили перед собой амбициозные цели, там, по удвоению котировок, там, по вхождению в индекс и так далее, и это стало возможным, но это, во-первых, как бы, очень, как бы, важно для нас, то, что мы смогли это сделать и то, что раньше, как бы, имитенты такой путь не проходили за столь короткий период, но, опять же, стали примером другие компании, которые после нас выходили, опять же, вот, как бы, наверное, вдохновлены этим вопросом. Наверное, что можно было бы улучшить, что вот сейчас я вижу, там, да, это, наверное, история с, действительно, работой с финансовыми инвесторами, потому что мы, действительно, прям, вот, они сфокусировались только на рознице, там, да, и вот, можно было бы, наверное, действительно, изначально строить такую историю. Потом, наверное, многие компании, которые из сектора IT, в первую очередь, они параллельно с выходом на биржу, там, да, в качестве уже публичной компании, они одновременно с этим являются быстро растущими и активно трансформируются операционные процессы, и вместе с этим, выходя на биржу, они еще активно трансформируют свою, там, внутреннюю историю, связанную с корпоративным управлением, с органами управления, и когда вот это все происходит параллельно и одновременно, ну, наверное, как бы чуть сложновато, да, хотелось бы, чтобы это было как-то, может быть, немножечко поэтапно происходило, там, да, и ты изначально, как бы, был уже подготовлен к размещению, там, да, и к своей статеге публичности открыться и так далее. И вот сейчас я вижу, там, да, что многие компании, которые даже еще не представлены сегодня, были, там, на слайдах по плану выхода на IPO в этом году, но они уже озабочены тем, что формируют у себя, там, штат специалистов, в том числе, аярп-подразделения, которые изначально будут готовить почву к этому. Мне кажется, это тоже, как бы, важно сделать заранее, чтобы компания была к этому готова и не испытывала тех болей, даже если придется с отрубленной головой бежать дальше. Да, спасибо, очень важный тезис, что готовиться нужно заранее, ни в коем случае нельзя бежать-бежать, потому что иначе в этой погоне можно, ну, либо себя загнать, либо просто прийти к финишу неправильно упакованным, да.